Слава Богу, братья и сестры, за этот прекрасный день, который Бог дал нам, мы все в Доме Божьем, Бог дал нам эту возможность быть, и мы слышим Божье Слово, мы уже много слышали. И первый брат нам напоминал слова апостола Павла, который говорит, что я от всего отказался ради чего-то большого, ради того, чтобы познать Иисуса Христа. И мы слышали также, второй брат говорил нам о том, что мы должны что-то делать, да? Мы должны приносить плод в нашей жизни. Мы должны приносить плод для Царства Божьего. И это касается каждого из нас. Сегодня я хотел бы поговорить вместе с нами об одном очень важном слове, которое записано на страницах Священного Писания. Одно из мест, первое, которое я хотел бы прочитать, это Иоанна, Евангелие Иоанна, где Иисус Христос говорит в 10 главе. Такое слово. 10 глава, 7 стишок и 9. Итак, опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Я из дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажет, найдет. Это слова Иисуса Христа. Христос обращался к народу, окружающему Его, и говорит, что я есть дверь овцам. Я есть вход в это Царство Божье. Я есть эта дверь, через которую человек может войти во спасение. Я есть дверь, через которую человек войдет, и выйдет, и пажет, найдет. Матфея написано, также Евангелие Матфея, это 7 глава, 13 и 14 стишки. «Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространный путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. Потому что тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Здесь Иисус Христос говорит о двух путях, да? Иисус Христос этим словом показывает и говорит нам, что есть, существует два пути и двое ворот. Два пути и двое ворот. Для того, чтобы войти на этот путь, нужно пройти через ворота. Нужно пройти через ворота или через дверь. И здесь Иисус Христос говорит, что «входите тесными вратами». Тесными вратами. И что же эти тесные врата означают? И дальше Иисус Христос говорит, что «входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространный путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. Потому что тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь». Тесные врата и узок путь. Если войти широкими вратами, то по узкому пути, наверное, будет очень трудно идти. Здесь говорится о том, что мы должны войти тесными вратами. Я напомню еще одно место, потом мы еще возвращаемся к этому слову. Это написано в притче 16 глава. И этот самый стишок написан в двух главах. 25 стишок. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь смерти». Это 16 глава, 25 стишок. И притче 14 глава, 12 стих говорит то же самое. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь смерти». Этот человек говорит, который написал это слово по вдохновению Духа Святого, говорит, что «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь смерти». Оказывается, эти пути, этот путь, о котором здесь написано, это не относится к пути, по которому идут люди этого мира. Написано, «Есть пути, которые кажутся человеку правильными, прямыми. Есть пути, которые кажутся христианину прямыми. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Они прямые, они правильные. Но проблема в том, что конец этого пути – путь к смерти». Как же нам различить эти пути? Как же определить, действительно ли мы на правильном пути? Или, может быть, этот путь, он не ведет той цели, которую мы поставили себе? Есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Но конец их – путь смерти. И я хотел бы заострить на этом внимании, что этот путь не тот, которым идет этот мир. Это путь, который кажется людям прямой, правильный. Это тот путь, который кажется человеку, что этот путь проведет жизнь вечную. Но здесь написано, конец его – путь смерти. И здесь нам нужно быть очень внимательными, потому что Слово Божье, оно освящает эти пути. Оно освящает. Для того, чтобы больше понять, я хотел бы привести один пример, который записан во второй книге Моисея. Моисея – это говорится во второй главе «Исход». Эта история нам повествует об одном замечательном человеке, о том человеке, который Бог избрал для того, чтобы он освободил народ израильский от рабства египетского. Это был Моисей. Это был Моисей. И написано, что он родился в очень тяжелое время, когда египтяне уничтожали народ израильский, притесняли, умерщвляли всех мальчиков. И вот родился этот Моисей, его положила мама в корзинки, в эту речку. И когда эта дочь фараона нашла его плачущим, она выняла его из воды, и его сестра наблюдала за этим. И она здесь предложила свои услуги, говорит, хочешь ли я позову кого-то из еврейских женщин, чтобы она тебе вскормила этого ребенка? И она согласилась, она даже дала плату за это. И она позвала маму этого мальчика. Она вскормила его. И когда написано, он вырос, она привела его к дочери фараоновой. И она взяла его, и он был у нее вместо сына. Он был у нее вместо сына. Она его воспитала. Он жил не там, где жил народ израильский. Он жил вместе с фараоном. Он жил в том обществе. Он был воспитан, написан о всей мудрости египетской. Он был очень сильный. Он был образованный. Он имел богатство. Он имел прекрасное будущее. Иметь наследство. Но написано в Евреям 12 главе, что он предпочел страдать с народом Божьим. Предпочел. И здесь говорится о том, что прошло время, спустя многое время, 11 стишок 2 главы, испорт, спустя многое время, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их. И увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. И посмотрел туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему, «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал, «Кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал, «Верно узнали об этом деле. И услышал фараон об этом деле, и хотел убить Моисея». Мы видим в этом повествовании этот человек, который был воспитан, который имел какую-то власть уже, он уже был как бы в таком положении, чтобы, может быть, занят даже престол фараона после него. И вот он вышел к своим братьям, он увидел тяжкие работы, он увидел, что обижают их, бьют их, и он решил, что он может помочь им. Он решил, что он может чем-то облегчить их положение. И он избрал этот путь. И мы видим, что этот путь, который избрал Моисей, он не был правильным. Он убил этого египтянина. Но он не мог дать свободу народу доизраильскому, если он будет даже один за другим убивать египтян. Он избрал этот путь на этот путь, который он избрал. Он вроде бы были хорошие мотивы помочь народу израильскому, может освободить их от рабства. Но это не был Божий путь. Божий путь не строился на эмоциях. Божий путь не строится на эмоциях. Божий путь не строится на таких своих решениях. И написано, что этот человек, в конце концов, стал беглецом. Он убежал, спасая свою жизнь. Он убежал. Это не был путь Божий. Этот путь, который вел его к смерти, написано, услышал фараон и хотел убить Моисея за то, что он сделал. И Моисей долгие годы находился в пустыне пастухом. Пас овец. Сорок лет. Сорок долгих лет он находился в пустыне. И пас овец. И Бог смотрел на его. Бог работал над его сердцем. Там, среди овец. Бог работал над сердцем этого человека, чтобы впоследствии поставить его на свой путь. Поставить его на свой путь. У Бога другой путь был для Моисея. У Бога был совершенно другой путь. У Бога не было в плане того, чтобы Моисей это делал. У Бога был план другой. У Бога был свой план и свое время для избавления народа израильского. И когда Моисей сорок лет провел в пустыне, сорок лет Бог его там учил. И вот, когда он провел этих овец далеко в пустыню, Бог встретился с ним в терновом кусте, горящем. И когда он подошел к этому кусту, Бог проговорил к нему, сказал, Моисей, Моисей, сними обувь твою, потому что земля, на которой ты, есть земля святая. И мы видим, Моисей так и сделал. Он снял эту обувь. Я рассуждал, почему нужно было снять обувь. Почему для Моисея так важно, для Бога было, чтобы Моисей снял обувь. Потому что земля святая. Он ходил по этой земле. И к этой обуви могло... Эта обувь была нечистая. И когда Бог заговорил к нему, Он сказал, сними обувь твою, его земля, на которой есть ты, стоящая, земля святая. И мы видим, после чего Бог поставил его на тот путь, который Он приготовил для Моисея. И Бог сказал, я посылаю тебя. Вот этот путь, как написано у пророка, вот путь, идите по нему. Вот путь, этот путь, который я приготовил. Это путь жизни. Идя по этому пути, который я поставил тебя, ты сможешь освободить народ израильский. Ты сможешь вывести его с рабства. Это тот путь, который я тебе предназначил. Братья и сестры, есть два пути. Один путь, который мы избираем, и идем по нему. О котором я прочитал, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Человек их избирает. Но иногда эти пути ведут не в желательном направлении. Путь к смерти. А есть пути, которые Бог предлагает. Есть путь, который Бог предлагает. Есть тот путь, который Бог приготовил для нас. Есть тот путь, которым, идя мы, пройдем к жизни вечной. Еще один пример. Хотел бы привести в Священное Писание. Это написано в книге царств. Здесь говорится о первом царе Израиля. О Сауле, которого избрал Бог. Который Бог помазал на царство. Которого Бог поднял с простого народа и поставил его царом в Израиле. И мы видим, что Самуил помазал его на царство. И он дал ему определенные указания. Прошло время он дал ему определенные указания. Он сказал Саулу, что ты, собери народ израильский, иди воюй с Амаликом, и уничтожь его полностью, и все предай заклятию. Так Господь повелел. И мы видим, что произошло. Этот человек вроде бы он послушал. Вроде бы он решил повиноваться голосу Божьему. Но он не в точности пошел Божьим путем. Он не исполнил того приказания, которые Бог ему повелел через пророка Самуила. И вот он пошел, Бог дал ему успех. Он поразил Амаликитян. Он уничтожил весь народ. И написано, взял Агага царя Амалицкого в плен и привел его с собою. И вот когда он пришел, и встал Самуил, это 12 стих, 15 главы, и встал Самуил рано утром, и вышел навстречу Саула. И известили Самуила, что Саул ходил, накормил, и там поставил себе памятник. И сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, благословен ты у Господа. Я исполнил Слово Господа. Я исполнил Слово Господа. Действительно ли он исполнил все Божье Слово? И сказал Самуил, а что это за влияние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу? И сказал Саул, привели их от Амалика, так как народ пощадил лучшие из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу Твоему. Прочие же мы истребили. Вот так он поступил, Саул. Когда ему было конкретное указание от Бога, вот этим путем ты должен идти, вот это ты должен сделать, вот это ты все должен исполнить, то, что Бог тебе повелел. Но этот человек избрал другой путь. И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул, говори. И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебе царем над Израилем, и послал тебе Господь в путь, сказал, иди и предай заклятием нечестивых амаликитян. И воюй против них, доколе не уничтоживши их. Зачем же ты не послушал голоса Господа и бросился на добычу, и сделал зло пред очами Господа, и сказал Саул Самуилу, я послушал голоса Господа и пошел путь, куда послал меня Господь, и привела Гага царя Амаликицкого, а Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и воло взяв лучшие из заклятого для жертвоприношения Господу Богу Твоему в Галгале. И отвечал Самуил, неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание голосу Господа, послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство за то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Мы видим с этого повествования, что этот человек, Саул, вроде бы он исполнил Божье Слово, но он не исполнил его в точности. Он не был предан Господу в Сицело. У его в сердце что-то было другое. И написано здесь, интересно, что Самуил, когда шел, его сообщили, что Саул ходил в Галгал и уже поставил себе памятник. У него было что-то другое в сердце. Он был движим чем-то другим. И это привело к его большой трагедии. Бог отверг его. И мы знаем, что он в последствии был отвержен, и Бог поставил другого человека вместо него. есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь смерти. Вот это те пути, которые ведут смерти. Написано в Второзаконии, 5 глава, 32-й и 33-й стишки. Смотрите. Поступайте так, как повелел вам Господь, Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо было вам и прожили много времени в той земле, которую получите во владение. Это Моисей завещал народу израильскому уже перед входом в землю обитованную. Он говорил им и увещевал, ходите по тому пути, по которому Господь повелел вам идти. Братья и сестры, мы видим, мы говорили о Моисее, да, он вывел народ израильский, он вывел его с этого рабства, он повел этот народ в обитованную землю, но мы знаем, что произошло с этим народом. Этот народ вышел с Египта и пошел в обитованную землю, но они не оставили Египет. Этот Египет остался в их сердцах, и поэтому они не смогли дойти до обитованной земли. Очень многие из них, только два человека, из тех, которые вышли из Египта, это были Иисус Навин и Халев, они смогли войти в обитованную землю. Почему? Потому что они не пошли, то есть, они не оставили этот Египет, когда они вышли. Они пошли в этот путь вместе со своим багажом, с тем, который они приобрели в Египет, в Египте. И когда они шли по этой пустыне, написано, они начали проявлять свои похоти, они начали проявлять свои желания, они начали проявлять свое, то, что они приобрели в Египте. и написано, они стали роптать на Бога, роптать на Моисея, они стали поклоняться идолам, и поэтому они не смогли дойти до обитованной земли. Братья и сестры, Слово Божие говорит, что это есть образы для нас, так? Это есть примеры, на которые мы должны смотреть. Это есть то, что сегодня говорит нам, именно о том, что мы должны избирать Божьи пути и идти по этим путям. И мы говорили об этом слове, где написано Матфея. Я обращусь еще к этому месту Священного Писания, где говорит Иисус Христос, это 7 глава, 13-й стишок и 14-й, «Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространный путь, ведущие в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узы путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Слово Божие говорит нам и поощряет нас. Луки 13 глава говорится 24-м стишком, «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, скажу вам, многие поищут войти и не возмогут». Именно я хотел бы немножко обратить внимание на вот этот узкий путь и тесные врата. Почему так необходимо каждому христианину пройти в Царство Божие через эти тесные врата и узкий путь, идти узким путем? Почему сегодня так необходимо для каждого человека, который решился следовать за Иисусом Крестом, войти через тесные врата? Братья и сестры, я немножко размышлял об этом. Когда мы приходим и хотим идти путем Господним, и вот мы идем к этим вратам, которые есть Иисус Кристос, мы приходим к ним, и мы хотим войти в эти врата, чтобы иметь жизнь вечную, пытаемся войти через эти тесные врата, но, братья и сестры, перед тем, как войти в эти врата, нам нужно оставить весь свой старый багаж. С этим старым багажом мы не сможем пройти через тесные врата, они очень тесные. Мы не сможем войти через тесные врата с нашей старой человеческой природой. Мы не сможем войти через тесные врата с нашими плотскими похотями. Мы не сможем войти через тесные врата с нашим старым характером. Мы не сможем войти через тесные врата с нашими человеческими всякими амбициями. Братья и сестры, это очень важное положение для каждого человека, который хочет идти по узкому пути. Он обязан пройти через тесные врата. Эти тесные врата – это из Голгофа. И Иисус Христос говорит, «Я есть путь, истина и жизнь. Я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И если мы решили в своей жизни следовать по этому узкому пути, чтобы дойти до жизни вечной, каждому из нас необходимо пройти через тесные врата. Проходя через эти врата, мы обязаны оставить весь свой багаж. Мы обязаны оставить свою гордость. Мы обязаны оставить все свое человеческое, чтобы пройти через эти врата и идти по этому пути, который приготовил нам Иисус Христос. Слава Господу! Братья и сестры, этот путь, он приготовленный. Он готовый. И каждый человек может идти по нему. Но знаете, Слово Божие, оно говорит о том, что мы, как христиане, как последователи Иисуса Христа, должны что-то сделать для того, чтобы иметь спасение. Иисус Христос приготовил для нас этот путь. Он совершил жертву искупления. И мы спасаемся через жертву Иисуса Христа. Но каждый человек должен, как написано, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за Мною, и тогда ты сможешь пройти этим узким путем и дойти до жизни вечной. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь смерти. Но Иисус Христос приготовил для каждого из нас этот путь прямой, этот путь спасения, этот путь жизни. И Он предлагает для каждого идти этим путем. Братья и сестры, я хочу сегодня сказать, если, может быть, кто-то на этом месте есть, кто чувствует, что Он не оставил своего багажа, что Ему нужно этот вопрос решить, то сегодня еще есть время. Один пример хочу рассказать. Это было, когда было пробуждение в этой стране, и один брат рассказывал эту историю. Был один человек, он имел свой бизнес, свою фабрику, но этот человек очень был скупой, очень жадный был, он очень жестоко относился к своим рабочим, он старался все обогащаться, он старался все приобретать, он даже высказал такое слово, которое было очень такое страшное, говорит, что если я приобрету столько-то денег, то я готов идти даже в ад. Если я добьюсь такого успеха и буду иметь эти средства, от которых я мечтаю, то я даже готов идти в ад. Но когда Дух Божий коснулся этого человека, когда он услышал это слово о покаянии, призыв, и Дух Святой начал над ним работать, он пришел к этому проповеднику, и тот стал читать ему простое слово Божие с Нагорной проповеди Иисуса Христа. И Дух Святой коснулся этого человека, и он даже встал на свои ноги и говорит, действительно ли слово Божие так говорит? Этот проповедник говорит, да, я верю этому слову. И он говорит, тогда я должен срочно что-то делать. И он встал и ушел. И этот человек покаялся. Он был очень богатый, он покаялся. И он все свое имение посвятил Господу. Он посвятил всего себя и все, что у него было для проповеди Евангелия. Это то, что делает Дух Святой в жизни человека. Но человек должен что-то делать. Он говорит, я должен срочно что-то делать. Я должен изменить свою жизнь. Я должен навести порядок в моей жизни. Я должен что-то сделать. Я должен провести жизнь в мою порядок. Братья и сестры, это очень важно в жизни каждого человека. Да благословит Бог сегодня каждого из нас, чтобы нам определиться, каким путем я сегодня иду. Есть два пути. Есть путь, который человек избирает. А есть путь Божий, который Бог предлагает. Говорит, идите по этому пути. Говорит, даже неопытный пойдет и не заблудится. Да благословит Бог, братья и сестры, чтобы нам избирать Божий путь, чтобы нам идти Божьим путем, чтобы нам войти на этот узкий путь через тесные врата. Мы не можем войти на узкий путь, не пройдя тесных врат, проверяя и исследуя свою жизнь и свое отношение с Богом, свое отношение с ближними, свое отношение с церковью. Да благословит Бог сегодня, каждую из нас, братья и сестры, чтобы эти пути, которые мы идем, они привели нас в жизнь вечную. И мы помолимся в этот час, помолимся Господу, чтобы Он благословил нас и помог нам избирать правильные пути. Да благословит Господь. Аминь. Аминь.